Сегодня обстановка-то какая? Вот мы очень много работали, в два раза больше снега вывезли, чем в обычные годы и так дальше. Чего на улице-то происходит? Вот так в прошлом году губернатор отметил неспособность мэров городов и руководителей ряда регионов края организовать работу по уборке аномально снежных заносов. Досталось главе Рубцовска, Бийска и Барнаула. Основные магистрали прочищены. Дальше. Мы должны на эту тему научиться говорить. Ну, прочищены основные магистрали. Дальше что? Например, половина из них сегодня заужена. Или какая-то часть заужена, я не знаю. Чтобы ошибок не совершать в этом году, к зиме готовились. Про ситуацию с наличием дорожной техники в Барнауле нам узнать еще предстоит. Руководитель автотурстроя на больничном, рассказали в мэрии. А вот региональные дорожники сегодня заявили, что готовиться начали еще в сентябре. В этом году мы приобрели с помощью Министерства транспорта три автомобиля КДМ, распределили их в филиалы, техники хватает, штат укомплексован, сменными водителями. Все подготовили, какая была в ремонте, все выпустили с ремонта, вся на ходу. Даже построили специальный теплый бокс-гараж на восемь машин для мелкого ремонта и оперативного выезда с кухней и спальными местами. Он в тепле стоит, машина теплая, она выезжает. Ее не надо греть, она не на улице, ее не заведешь в 30 градусов. Она стоит в тепле. Водитель садится, выходит, садится, завел и поехал. Все, машина теплая, сразу в работу. Обслуживать дороги нынче выйдут 100 единиц новой уборочной техники. Возобновили программу снегозадерживающих заборов, которую приостановили несколько лет назад. Как нам рассказали, в этом году уже восстановили 7,5 километров. И больше 5 километров новых проложат до конца этого года. Дальше программа до 2024 года. Мы ежегодно будем по программе 12 километров строить заборов именно в тех местах, снегозаносимых местах. В прошлом году как раз больше всего заносилось. Это у нас дорога Поспелеха-Курья-Третьякова. В этом году сейчас на данный момент идет установка этого забора. Это на границе Поспелеха с Курьей. Ну и дальше Третьяковский район. Дорожники говорят, что если погода ударит вьюгой, они будут готовы. Но повторится ли аномально снежная зима? А именно такой назвали синоптики прошлую. Сугробы по 3, а то и 5 метров высотой выпадают раз в 20 лет. Если брать прогноз, который мы имеем из гидрометцентра России, то можно с большой долей вероятности предположить, что зима на юге Западной Сибири 20-21 годов будет по своим параметрам близка к средним многолетним показателям. Это касается и температур, и осадков. Так что каких-то аномальных отклонений в этом сезоне пока не прогнозируется. Как отметили синоптики, чаще всего обильные осадки приходятся на ноябрь и март. В случае теплой погоды на декабрь. Ближайшую неделю большого снегопада не ожидается. Поэтому справятся ли дорожники и хватит ли новой техники, покажет первый мощный снегопад. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком.